Вот если халатайство не удовлетворят, можете дружно шапунка посидеть. Второй статьи 17 переполнится Российской Федерации. Об административных правонарушений объявляется открытым, устанавливается личность лица, в отношении которого ведется производство по делу об административных правонарушений. Предъявите документы, представляющие наше место. Назовите своими семей во имя отчества. Большая Калинина. Дату места рождения. 012-75-город-перед. Место жительства. Город-перед. Присаживайтесь. Объявляется состав суда, разъясняется право заявить отводы состава суда, в случае, если вы считаете, что кто-либо из нас прямо или косвенно заинтересован в исходе дела понятного права отвода. Дело будет рассмотрено мировым судью судебного участка номер 6 индустриального судебного района города Пермикашапова и пресекретарей Духан. 2 отводок состава суда у вас имеются? Нет. Разъясняются права в процессе, предусмотренные статьей 25.1 Кодекса Российской Федерации от административных правонарушений к статье 51 Конституции. Вы справились на полностью со всеми материалами дела. Давайте мы с ними расставляем доказательства. Заявляем, что датайство отвода пользуется юридической помощью защитника, обжаловать в венесенном подъемном постановлении, правильно свидетельствовать против себя, своей супруги и близких родственников, круг которых определен законом. Понятны вам ваши права? В расписке вам поспешитесь. Дом выясняется вопрос о наличии датайства. Датайство у вас имеется? Дом выясняется вопрос о наличии датайства от опыта защитника в соответствии с пунктом 8 поставляем 1 Верховного Сударства Российской Федерации 24 марта 2005 года. Номер 5 о некоторых вопросах в возникающих судах применения Кудр процесса правонарушения. Если лицо привлекаем к ответственности и потерпевшие в соответствии с частью 2 ст. 24. 24 пара. Об觉 exclusions за действие Датайство أو отключения защитника или представителя к участию в деле оч accommod hoch shadows. Защитник или представитель должен быть допущен к участию в деле оч accommod tissen Ч micro impression без представления соответствующей доверенности. Прошу допустить в качестве защитника Заболина Сергея Александровича в случае отказа в удовлетворении, когда тайство прошло, в соответствии к требованию части 2 ст. 24.4 КПРФ с учетом 3 ст. 29.12 КПРФ вынести решение в виде мотивированного предъявления и приобщить его к материалам дела. И третье, данное характера, приобщить к материалам дела. Все? Привлечем? А мне все хотать с вас заявить? Можете сразу писать. Хотать с это проведение видеозаписи в ходу судебного заседания, в соответствии с представлением приема Верховного суда Российской Федерации от 13.12.12.35 об открытости и гласности судопроизводства и доступе к информации о деятельности судов, а также речи президентской Федерации на пресс-конференции, где он сказал, что если судья препятствует произведению видеосъемки, и я на поводу у представителей какой-либо из сторон, означая, что он намерен отпускать правосудие с отклонением от норм федеральных законов, введение на сделку с совестью и склонен быть заинтересованным лицом той или иной стороны. Прогрегение ее записи преследует цепи, при которой невозможно скрыть факты процессуальных нарушений, анализа показаний участников судебного процесса, реакции, выраженные мимики и жесты которых, благодаря видеосъемке, впоследствии могут быть проанализированы и доказаны путем просмотра интересующих моментов. Необходимость произведения видеосъемки нужна для осуществления прямого контроля за исполнением законности, так как рассмотрено в данном судебном процессе дело, возможно привлечь от собой ряд других нарушений и событий, прикрываемых структурой ФССР Российской Федерации по гробу Доперми. Верховный суд напоминает, что принципы гласности произошли целым рядом российских законов, в том числе Конституция, а также Конвенция о защите прав человека, поэтому суда следует создавать необходимые условия для обеспечения открытости и гласности суда производства. В закрытом режиме могут услышать дела, материалы которых содержат сведения о государственной тайне, тайне усыновления, врачебной тайне и т.п. Прошу суд, учитывая, что процесс является открытым, а также это не приведет к приглашению государственной, военной, коммерческой или иной охруляемой закона тайны разрешить видеозапись судебного заседания. Прошу суд, учитывая, что все. Прошу суд, учитывая, что все. 25.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушения статей и все ответственные институции. Вы отправите на комиссию со всеми материалами дела, представляете обязательства, заявляете в 22 года, участвует в рассмотрении дела, отжалует применение и обеспечивание производства дела, постановление по делу, пользуется иными процессуальными правами. Правильно следить, выступать против себя, в связи с супругой близких оптимиков, в которых определен закон непонятный момент права. Благодарю вас, что через данный момент. В связи с кем-то шесть. У вас задаться имеется? На данном этапе нет, по сути, через данный момент. Присаживайтесь. Решаются вопросы, возможности рассмотрения дела при данной явке в судебном заседании, у нас присутствует к лицу, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении и защитник других лица. У нас к участию в деле на данной стадии не привлекались. Мнение Игоревича? Считаю, возможно. Мнение защитника? Считаю, возможно, может быть. На месте предъявления рассмотрения дела при данной явке оглашается протокол об административном правонарушении 20 октября 2016 года, составленный в отношении Бакшаева Игоревича по тем основаниям, что 20 октября 2016 года в 13 часов по адресу 12 октября 2016 года в 1-м районном суде, Бакшаев Илья Игоревич, придя в судно-судебное заседание по документам, удостоверяющим личность, включил видеокамеру в каждое суда на первом этаже, произведел код видеосъемку. На многократных законных требований прекратить код видеосъемка помещения суда судебного пристава по УПД СКПОВА требования не исполнил, за что предусмотрена ответственность по части 2 статьи 17 3 Кодекса Российской Федерации о под административных правонарушениях Илья Игоревич. Вы с протоколом согласны, вы не признаете? Нет, я не согласен с протоколом и, естественно, я не признаю. Я считаю, что я не совершал правонарушение. Слушаем ваши председания. Вы можете объяснить. Так, мне объяснение подготовлено. 20-го, 10-го, 16-го я находился в первом стороне судеб по адресу, 2-я, Красавица, 8-й, 6-я. Управление перерыва в первом заседании ко мне я противостоянию ФСППОПУ следованию прекратить видеосъемку в коридоре суда. Согласно части 2 статьи 15 Конституции РФ, органы государственной власти, органы местного управления, должностные лица, граждане, их объединение обязаны соблюдать Конституцию РФ и закон РФ. В части 3 статьи 15 Конституции РФ говорится, что законы предо официального опубликования у непубликованных законов не принимаются. Любые нормативные правоарапты, задрагивающиеся права, свободы и обязанности человека, и граждане не могут применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего сведения. 9-я статья закона в информации и информационных технологиях и по защите информации говорится о том, что любые ограничения на доступ к информации должны устанавливаться только федеральным законом. Поэтому запрет, сформулированный в каком-либо подзаконном адресе, будет правомерным, только если это так, при основании закона, дающего право ограничивать доступ. К части 1 статьи 8 Федерального закона в информации говорится, 1. Граждане, физические лица организации, вправе считать поиск и получение любой информации в любых формах и из любых источников при условии соблюдения требований, установленных настоящим федеральным законом и другими федеральными законами. В пункте 3, части 4, статьи 8 Федерального закона в информации сказано, не может быть ограничен доступ к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления за исключением сведений, составляющих государственную и служебную тайну. В статье 7 Федерального закона об информации дано определение общедоступной информации, к ней относятся любые сведения, доступ к которым не ограничен. Такая информация может использоваться любыми лицами. На практике подавляющее большинство фото и видеозаписей содержат именно такие сведения. Также о праве граждан получения информации говорится в указе Президента РФ от 31.12.93 года, номер 23.34. Дополнительные гарантии права граждан на информацию. Часть 3. Деятельность государственных органов, организаций, предприятий, общественных объединений, должностных лиц, осуществляется на принципах информационной открытости, что выражается в доступности для граждан информации, предоставляющей общественный интерес или затрагивающей личные интересы граждан. Сематическому информированию граждан о предполагаемых или принятых решениях, о осуществлении граждан контроля за деятельностью государственных органов, организаций и предприятий, общественных объединений, должных лиц и принимаемыми ими решениями, связанными с соблюдением охраны, защиты, прав и законных интересов граждан. В соответствии с частью 1 статьи 15 Конституции РФ, Конституция РФ имеет высшую юридическую силу прямого действия и применяется на всей территории РФ. Законы и иные правоакты, применяемые в РФ, не должны противоречить Конституции РФ. В части 4 статьи 29 Конституции РФ говорится, каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить или распространять информацию любым законным способом. Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом. Данный пункт адресуют федеральному закону о государственной тайне. В статье 5 Федерального закона о государственной тайне изложен. Перечень, составляющий государственную тайну. В данном перечне отсутствует сведения о том, что здание судов относится к данным объектам. Постановление Пребра Верховного Союза к Федерации 13 декабря 2019 года, номер 35, об открытой благослов quest судопроизводства о доступе по информации о Деньстве судов говорится. Открытые согласность судопроизводства, своевременные квалифицированные объективного, информированное общества Деньственной Организации судов, общей юрисдикцией способствуют повышению уровню правовой осуществленности в судоустройстве и судопроизводстве являются гарантиями справедливо судебного разбирательства. Также floral обеспечивают общественный контроль за функционированием в суде и власти. Открытое судебное знательство является одним из средств поддержания доверия обществу к суду в целях обеспечения крытости и властности судопроизводства, доступа граждан на организации общественных объединений, органам государственной власти и органам местного самоуправления, представителей редакции средств массовой информации, журналистов, информации, дивизий судов, предсмотрения гражданских дел, дел, административных правонарушений и уголовных дел. Клены Верховного Сударства Федерации в руководстве статьей 126 Конституции Федерации, статьями 9 и 14 Федерального Конституционного Закона о Судах общей юрисдикции Российской Федерации постановляет дать судам следующее разъяснение. Обеспечение открытости и гласности судопроизводства, доступа граждан, организаций, общественных объединений, органам государственной власти, органам местного самоуправления, представителей редакции средств массовой информации, информации о деятельности судов, осуществляется в соответствии с Конституционной Федерацией, статьями 19, 23, часть 4, 29, статья 33, часть 3, статьи 41, статьи 42, 45, 46, 123. Открытости и гласные судопроизводства, доступ к информации о деятельности судов должны способствовать реализации задач назначения гражданского, административного и уголовного судопроизводства, статья 2 ГПК РФ, статья 2.4.1 КУАП РФ, статья 6 УПК РФ. И не должны приводить к какому-либо вмешательству в судебную деятельность, поскольку суды при осуществлении правосудия независимо и подчиняются только Конституционной РФ и закону статья 120 Конституции РФ, статья 5 Федерального Конституционного закона судебной системы РФ, пункт 5, статья 4 Закона о обеспечении доступа к информации. Существует утвержденный приказ, существует утвержденный указан Президент РФ в редакции 21.10.2008 года, номер 15.10, перчень сведенника официального характера, в который входят персональные данные, тайна, следствие, так называемая служебная тайна, тайна переписки и другие категории сведений. Перечень этот носит ориентирующий характер и при его применении приоритет должен отдаваться прямым, позже федеральным законам, которые имеют большую реческую силу. В пункте 3, части 2, статьи 35 Федерального Конституционного закона о судах общей юрисдикции РФ говорится, Представление районного суда, наряду с существованием полномочий судьи и иных процессуальных полномочий в соответствии с федеральным законом, устанавливает правила внутреннего распорядка суда на основе утверждаемых Советом Судей РФ типовых правил внутреннего распорядка судов и осуществляет контроль за их выполнением. При ознакомлении с постановлением Совета Судей РФ от 18.04.2003 года, номер 101, о подтверждении типовых правил внутреннего распорядка судов, становится ясно, что запрет в фото- и видеосъемки в коридоре суда не отвечают требованиям типовых правил внутреннего распорядка судов по причине отсутствия таких ограничений, а также не соответствует Конституции РФ, Гражданскому кодексу РФ, Кодексу Адресивного правонарушения РФ. Единственное ограничение в фото- и видеосъемке в здании суда распространяется на лиц, присутствующих на открытом заседании суда, содержится в части 3 ст. 2.4.3 КОАП РФ. Также хочу отметить, что на момент меняемого правонарушения на сегодняшний день я являюсь нештатным предсподентом Кировского филиала издания «Комсомольское право». В соответствии с пунктом 6 ст. 47 Федерального закона о СМИ, номер 21.24, журналисты имеют право производить записи, в том числе с использованием средств аудио- и видеотехники, кино- и фотосъемки, за исключением случаев предусмотренных законов. В действиях Попова имеются признаки воспрепятствования деятельности журналистов. Ответственность за данное деяние профиксируется по ст. 144 Уголовного форума РФ. Вызывает сомнение подняться протокола об истинном правонарушении, так как протокол об истинном правонарушении от 20.10.16, составленный в отношении меня сотрудникам ФССП Поповым, не отвечает требованиям приложения номер 134 приказов ФССП России от 11.07.12.318 об утверждении применяемых форм в процессуальных документах, применяемых должными лицами Федеральной службы судебных приставов в процессе исполнительного производства. Формы и графы для дополнения не отвечают требованиям вышепомянутого приказа ФССП. В частности, в протоколе, ставленном Поповым, отсутствует графа о разъяснении свидетельного ст. 17.9 КОАП РФ, заведомо положенные показания свидетелей. Также Попов не разъяснил мне права, предусмотренные частью 1 ст. 21 КОАП РФ ст. 51 Конституции РФ, а необходимость разъяснения ст. 242-243-244-255-31 КОАП РФ вообще отсутствует в предоставленном протоколе. Таким образом, руководствуясь постановлением Плену Верховного Суда РФ номер 5 о некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса РФ облицинно-правонарушения пункт 18. Происмотрение дела облицинно-правонарушения, собранные по делу доказательства, должны оцениваться в соответствии с ст. 211 КОАП РФ, а также с позиции соблюдения требований закона при их получении, ч. 3 ст. 262 КОАП РФ. Нарушением лекущим невозможность использования доказательств может быть признано, в частности, получение объяснений потерпевшего, свидетеля лица, в отношении которого ведется производство по делу облицинном правонарушении, которым не были предварительно разъяснены и права и обязанности, предусмотренные ч. 1 ст. 25.1, 2 ст. 25.2, 3 ст. 25.6 КОАП РФ, ст. 51 КОАП РФ, а свидетели, специалисты и эксперты не были предупреждены об административной ответственности в задаче из-за ведомых ложных показаний, пояснения и заключения в ст. 179 КОАП РФ, а также существенное нарушение порядка назначения и проведения экспертиз. Сотрудник ВСП ПОПОВ не является лицом, которым можно осматривать меняемым неправонарушением в соответствии с ст. 29.4 КОАП РФ, ч. 1. При подготовке к рассмотрению дела об областном правонарушении разрешают следующие вопросы, по которым в случае необходимости выносится определение. 1. О назначении времени и места рассмотрения дела 2. Об вызове лица, указанных в ст. 25.1-25.10 Настоящего Кодекса об истребовании необходимых дополнительных материалов по делу о назначении экспертизы. Несмотря на это, Попов от имени суда выдал мне повестку и расписался в ней как секретарь суда. Данное действие имеет признаки превышения жирных полномочий ст. 286 УК РФ и служебного подлога ст. 299-292 УК РФ. Считаю, что меняемое мне правонарушение не отвечает нормам Конституции РФ, законодательства РФ, а также постановлению Пленного Верховного Суда РФ от 13 декабря 2019 года ст. 35. Об открытости и согласно судопроизводства и о доступе к информации в Суду. При этом в действиях срудников ФСП Попова имеются явные признаки нарушения и ответственности, которые предусмотрены ст. 144.286.292 УК РФ. Ст. 1.5 Кодекса об истребовании правонарушения признаются невидомности. Лицо подлежит ответственности только за те об истребованные правонарушения, в отношении которых установлена его вина. Лицо, в отношении которых ведется производство по делу об об истребовании правонарушения, считается невиновным. Такая вина не будет доказана в порядке, предусмотрена настоящим кодексом и установлена вступившим в законную силу к постановлению судей, органу, должного лица, рассмотревших дело. Лицо, привлекаемое к административной ответственности, не обязано доказывать свою невиновность, исключением случая, предусмотренным примечанием к статье. Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемых к административной ответственности, толкуются в пользу этого лица. На основании вышеизложенного руководства статьей 24.5 Кодекса действительное правонарушение Федерации прошло производство по местным делам в отношении меня, Бакшаев Олегович. Прекратите. Защитник, у вас есть вопросы? У меня письма на виде, я могу приобщить. Да, может. Я считаю, что нужно уйти без вопросов, в вашей части, потому что очень полно, объективно, достоверно, со ссылками на норму права, полученное объяснение и увеличенное объявление. Симптомы и вашу выполнение. Я бы хотел приобщить к материалам дела. Вот есть оригинал дневной повестки, где именно Попов расписался, как все летают сюда. Вот копия. Надо приобщить данный код. Считается заявленная податаска, не дает защитника. Да, считаю, необходимо приобщить, ваше честь. На месте, в которой предуподатаска будут удовлетворить, приобщить к культуре, в т.д. на повестке к материалам дела. Защитник, у вас какие-либо пояснения поделывания? Ну, я из пояснений Игоревича. Я ощущал необходимость заявить податайство о вызове и допросе сотрудников СССР Попова, потому что являются видны явные нарушения со стороны сотрудников СССР Попова. Плюс я усматриваю также изнаки не просто правонарушения, а преступления Уголовного кодекса Российской Федерации в действиях сотрудников СССР Попова. Ваше честь. Обсуждается заявленное ходатайство, еще суд читает необходимо вызвать для допроса свидетелей Марышевых и Хедерова. Учитывая, что они не предупреждались у нас от ответственности административной по ст. 17.9 при подписании протокола необходимо установить обстоятельства по делу, какие были им удостоверены в действительности. Ваше мнение Игоревича о ходатайстве Вашего защитника и о необходимости вызвать свидетелей. Я не против вызвать свидетелей, но просто министр, я уже в своем объяснении сказал об этом, что согласно постановлению премьерного суда из материала дела должны быть исключены такое обязательство как протокол, потому что протокол ставлен с явными нарушениями. свидетелей мне объяснены в статье 17.9, задача человеку заявлено должных показаний, а мне, как к лицу привлекаемую к ответственности, в статье 51, господин Куаперы. Поэтому я в той форме хотел бы исключить из негативного дела протокол как обязательство моего правонарушения. Хорошо, присаживайтесь. Ваши позиции и ходатайство будет оценено в дом совещательной комнате, когда будут исследованы все доказательства по делу. Суд на месте определил с учетом заявленного ходатайства вызвать судебное заседание по поводу в этот процесс и свидетелей Мурашова и Хредерова. В связи с чем судебное заседание подлежит к лжению, а дайте узнать можно в моем кабинете, потому что у меня там еще не напишут. Чтобы вам все в моем кабинете. На своем судебное заседание.